Множество вопросов и живое обсуждение, в том числе на форумах и в различных социальных сетях, вызвало у жителей городского поселения Мони на повышение тарифов на теплоснабжение и горячую воду. Здесь эти показатели выросли почти на треть. Мы решили разобраться, чем вызваны такие меры и насколько они обоснованы. Горячая вода и теплые батареи – одно из многочисленных преимуществ нашего времени. Ни тебе дрова колоть, ни печку топить. Однако за коммунальные услуги, как и за все в этой жизни, приходится платить. И не всегда столько, сколько хотелось бы. Так, в городском поселении Мони на тариф на теплоэнергию вырос на 30%. Прежде котельными управляло местное муниципальное предприятие – Монинский имущественный комплекс. Но в этом году оно обанкротилось, и котельные сдали в аренду другой – теплосети «Инвест». Новая организация обнаружила, что прежние тарифы не соответствовали нынешним экономическим реалиям и были гораздо меньше средних по Московской области. У него был утвержденный тариф, который значительно превышал наш. Ну, это где-то 33,7%. Именно на этот процент и нужно было повысить, выровнять этот тариф, чтобы в дальнейшем не допустить вот этого коллапса. По инициативе главы поселения Ивана Найденова было организовано внеочередное заседание Монинского совета депутатов. Ситуация становилась критической, меры непопулярные, требовали взвешенного подхода и глубокого анализа. Поэтому к такому непростому решению удалось прийти в ходе длительных обсуждений. Уважаемые депутаты, еще раз я вас прошу, разберитесь, пожалуйста, и осознанно примите решение. Мы от повышения тарифов или с этой компанией, или с кем, мы никуда не уйдем. К сожалению, мы никуда не уйдем. Хочется быть добрыми, но поймите, в данной ситуации мы делаем на порядок хуже нашему населению, если мы вот не войдем в этот дел. А вообще с проблемой несбалансированности тарифов на теплоснабжение и ГВС Монина столкнулись еще в 2012 году. После перевода в военно-воздушную академию из Министерства обороны в ведении Монина перешли коммунальные сети, а вместе с ними и тариф, уже тогда не соответствующий средним показателям по области и невыгодный для предприятия. В результате чего Монинский имущественный комплекс накапливал долги перед ресурсниками. Тариф, который был, к сожалению, он был ниже, чем средний, экономически невыгодный для нашего предприятия. И необходимо было проводить работу по его увеличению. Если бы в данный период времени, в 2012 году это было сделано, то это бы было незаметно для населения. Но, к сожалению, данная работа не велась на протяжении нескольких лет. Комм долгов, он скатывался и скатился до того, что собрался большой долг в виде 120 миллионов перед газовиками, 40 миллионов перед энергетиками и там 160 миллионов. Введена была процедура банкротства. Очевидно, если бы тарифы повышались плавно с каждым годом и были бы экономически обоснованными, банкротства мига удалось бы избежать. Однако разобщенность местных властей и исполнительной и представительной сыграла свою роль. Сплоченной команды не было. Это и Совет депутатов тоже должен помогать был. То, что мы видели с вами на протяжении этого периода, это сплошная переписка с прокуратурой. Жалобы друг на друга. Ты не справляешься, и такое-сякое. И так далее. Но это не дело. Нужно просто было принимать конструктивные меры, радикальные меры, чтобы спасти миг от банкротства. В результате две монинские котельные передали в аренду теплосети «Инвест», которая взяла на себя обязательства по погашению долгов мига перед ресурсниками. Компания отпускает тепло и горячую воду по своим тарифам. Они выше на треть. Но по-другому организация просто не может. Ее тариф установлен на все котельные. Изменять его она не имеет права. Так, монинским депутатам пришлось принять важное и сложное решение. Увеличить предельно допустимый индекс на повышение оплаты теплоснабжения и ГВС с 9,5% до 33,7%. Глава администрации обратился к губернатору Подмосковья с просьбой об утверждении показателей. А Совет депутатов решение поддержал. Оба документа сейчас находятся на рассмотрении в правительстве региона. Что было бы, если бы мы его не приняли? Значит, новая управляющая компания в лице теплосети «Инвест» забрала бы свои деньги, которые вложила уже, ушла. Мы вернулись бы на конкурсы. Котельные в период отопления встали бы. И нам пришлось бы искать другую управляющую компанию, которая согласилась бы оплачивать долги, уйти на низкий тариф, который население хотело бы. Я хотел бы заметить, что и на сегодняшний день тариф, который мы приняли, он является ниже, чем средний по Московской области и даже ниже, чем средний по целому, по Щелковскому району. Щелково он составляет где-то 2500 рублей. У нас же этот тариф на сегодняшний день составляет 2309 рублей 16 копеек. Уже на 200 рублей меньше за одну гигакалорию. Так, новый тариф Монина все равно остается ниже среднего. Однако теперь этот показатель больше не угрожает банкротством ресурсникам и позволит уберечь Монинцев от возможности остаться зимой без отопления и горячей воды. Дарья Соснегова, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково». Спасибо. Спасибо.